Пожилого мужчину сбил Киа Риа вечером на улице Сахарова. Водитель заметил пешехода в самый последний момент, поэтому перед ударом даже не успел нажать на педаль тормоза. Из головы пешехода, не переставая, текла кровь. Как именно помочь раненому, молодой водитель не знал. Боялся, что у человека могли быть внутренние травмы, и своими неумелыми действиями он причинит только вред. Поэтому решил не беспокоить пенсионера и дождаться приезда бригады медиков. Он в пьяном состоянии пожилой. Спиртным пахнул, что ли? Да, от него. Скорость большая у вас была? У меня 60 взят, не больше 60, да. Очевидцы наезда также подтверждают, что пешеход был сильно пьян. Говорят, пенсионер бегал по проезжей части, не обращая внимания на плотный поток машин. При этом размахивал руками и что-то кричал на проезжавших мимо автомобилистов. Те, кто видел неадекватного пожилого человека, уворачивался в сторону. Такой возможности у владельца Кеа не было. Слева вот где я переходил. То есть большая часть дороги перешел уже, получается? Да. Я просто перестрася, его не видел за машиной и избил. Помимо рваной раны на голове, сотрясения мозга, у пенсионера оказалась сломана нога. Степень вины автомобилиста будет решать суд. Более 190 тысяч рублей лишилась пенсионерка из набережных Щелнов. Пожилую женщину обманула мошенница, которая представилась ей знакомой. Под предлогом продажи мёда аферистка вошла в доверие к пенсионерке и украла у неё все сбережения. Я принесла вам мёд. Купите, пожалуйста, мёд у меня. Достала банку трёхлитровую. Я так подумала, раз она знакомый человек, я вроде бы решила взять. Мошенница представилась племянницей подруги-пенсионерки, а потому пожилая женщина безо всяких опасений пустила незваную гостью к себе в квартиру. Аферистка предложила женщине купить у неё башкирский мёд, а когда та пошла за деньгами в другую комнату, проследовала за ней. Она увидела, где я деньги взяла. Я из спальни вышла и расплатилась двухтысячной купюрой ей за банку мёда. Я, значит, отдала ей. Я говорю, может быть, вас не устраивает эта двухтысячная? Нет, нет, устраивает. Вы мне не можете поменять пять тысяч на тысячные? Я говорю, давайте. Не увидев в просьбе подвоха, пожилая женщина разменяла незнакомки несколько пятитысячных купюр, после чего отвлеклась, оставив аферистку одну в комнате с деньгами. Проводив гостю, пенсионерка обнаружила пропажу около 20 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что аферистка подменила все купюры потерпевшей на так называемые билеты банка приколов. Таким образом, общий ущерб составил более 193 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а по описанию потерпевшей был составлен фоторобот преступницы. Сейчас полицейские ведут поиски аферистки. В Зеленодольске бывшего сотрудника исправительной колонии признали виновным в получении взятки. По версии следствия, в 2005-2015 году 29-летний Максим Аганян по просьбе осужденного незаконно пронес на территорию колонии USB-кабель. Кроме того, осенью прошлого года за вознаграждение он передал уже другому заключенному Bluetooth-колонку и MP3-плеер. Согласно действующему законодательству, подобные предметы приносить на территорию колонии запрещено. Причаст к совершению преступления мужчина признал в полном объеме. Он признан виновным в превышении служебных полномочий, а также в получении взятки, размер которой не превышает 10 тысяч рублей. Массовая эвакуация произошла сегодня днем сразу в двух торговых центрах города. По предварительным данным в 16.20 в полицию поступил звонок о заложенных взрывных устройствах. На вызов оперативно прибыли все экстренные службы города. Людей эвакуировали, здание оцепили. Прибывший кинолог осмотрел помещение, но собака не обнаружила ничего подозрительного. По некоторым данным, это были плановые учения, вполне возможно, связанные с трагическими событиями в торговом центре в Кемерово. После необходимых проверок торговые центры заработали в привычном режиме. Люди просто очень толпами, можно сказать, пошли куда-то к выходу. Мы уже прислушались по-английскому, никакого перевода не было. Рядом с нами сидели, видимо, гости. И мы им так на руках объяснили, что берите еду и уходите. То есть только по-русски объявили, что эвакуация, по-моему, из-за пожарной безопасности, что такое. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин для него горел зеленый сигнал светофора. Девушка пострадала в аварии, которая произошла на перекрестке улиц Искры и Ершова. BMW X5 протаранил Ладу девятой модели. Хотя от мощного бокового удара основательно оказалась разбита именно отечественная машина, скорую помощь пришлось вызывать для водителя иномарки. У аварии оказались многочисленные очевидцы. Они увидели, как после встречи с иномаркой весом 2,5 тонны отечественная старенькая девятка отлетела в сторону. Люди логично решили, что в первую очередь в помощь врачей нуждаются парни из Лады. Я увидел, что сильный удар был в пассажирскую дверь девятки. То есть думал, может быть, парню нужна помощь. Потому что он как-то вылезти оттуда, во-первых, не мог сначала. То есть люди могли быть в шоке, поэтому сразу решил вызвать скорую помощь. Молодые люди из девятой модели, хотя и получили ушибы, но как только отошли от шока, обращаться к медикам не стали. А вот девушку, управлявшую BMW, после осмотра решили госпитализировать. Хотя автоледи утверждала, что была пристегнута ремнем безопасности, тем не менее, сильно ударилась головой. Повреждений такие сильные? Скорость была у BMW большая? Нет, она только начала разгоняться. То есть тут же, ну, как сказать, повреждения для минимальной скорости не такие сильные. То есть если бы скорость была бы уже больше сорока, тогда уже повреждения были бы вообще другие. Очевидцы аварии говорят, с какой бы скоростью ни двигался автомобиль BMW, в любом случае ответственность за произошедшее телеком лежит на молодом человеке, управлявшем старенькой девяткой. Ведь при подъезде к перекрестку для него давно горел красный свет. Но стоя с остальными участниками движения, он не захотел и ударил по газам. Во время опасного маневра парень вообще не смотрел по сторонам, поэтому не видел аномарку, которая выезжала на перерез. С красного в желтый переходил, то есть уже все произошло. То есть уже под конец вообще красного авария случилась? Да, видимо он не стал притормаживать уже под конец там что ли. Решил проскочить. Может думал, никого не будет, никто не поедет. Если виновным в аварии в самом деле признает водителя девятки, наверняка компенсации по автогражданке не хватит, чтобы восстановить дорогостоящего баварца. В Вахидовский районный суд передано дело о хищении 11 миллионов рублей. По версии следствия, к краже причастны бухгалтер и юрист одной из общественных организаций Казани. В обязанности бухгалтера общественной организации входили операции с клиентскими платежами. По версии следствия, сговорившись с юристом этой же организации, бухгалтер перечисляла деньги на счета фирм-однодневок. Таким образом, ими было похищено более 1 миллиона рублей. В дальнейшем заместитель главного бухгалтера действовал в одиночку. Аналогичным образом, ею были похищены 6 миллионов 542 тысячи рублей. А также она перечислила на банковскую карту своей дочери еще 3 миллиона 490 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов 150 тысяч. По данному факту, главным следственным управлением МВД Татарстана было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере. В отношении бухгалтера организации была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста юристу подписка о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, для возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на двухкомнатную квартиру, гараж и расчетный счет обвиняемых. Сейчас все материалы этого уголовного дела направлены в Вахитовский районный суд. Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им может грозить до 10 лет лишения свободы.